Морозное утро субботы в Бурнауле выдалось оживленным. Зимние социальные распродажи – редкое явление. Однако перед праздниками Масленицы и Днем Защитника Отечества в администрации решили сделать исключение и провести ярмарку раньше начала сезона. К тому же по городскому антикризисному плану это мероприятие числится одной из главных мер поддержки населения. Чтобы цены были ниже, чем на рынках, в розничных магазинах. И к нашим пожеланиям, к нашим требованиям торгующие прислушались. По словам Натальи Чмиревой, цены на ярмарки были ниже от 10 до 40%. В целом работало почти 200 торговых площадок во всех районах города. Свою продукцию привезли более 80 товаропроизводителей, 75 оптово-розничных предприятий, 35 крестьянско-фермерских хозяйств. Одним из главных фаворитов на ярмарке у Колизея стала колбаса от одного из алтайских производителей. Здесь же всегда продукты подешевле. Мы ярмарку ждем. И всегда тут выбор получше, чем и обслуживание хорошее. Оказались у посетителей замечания по ярмарочным ценам. Далеко не социальной была стоимость орехов. Она, по словам покупателей, выросла в два раза. Организаторы пояснили, это не продукт первой необходимости, поэтому его продают для широты ассортимента. Но, к примеру, яйцо первой категории можно было приобрести за 45 рублей, свинину в среднем за 280 рублей за килограмм. Написано 180, а продает по 300. Взвесило когда. Она говорит, вот это мякоть. Я говорю, ну вы напишите, сколько стоит тогда. То есть получилось не дешевле, а дороже. Так что тоже можно и напороться, где лучше, где хуже. Просто надо смотреть. Все пожелания будут учтены на последующих ярмарках, сказали специалисты. Следующее пройдет уже в ближайшую субботу. На этот раз в пригороде.